Открыл совещание заместитель главы администрации ОМО Андрей Истомин, который сообщил, что ситуация с отравлением детей в лагере здоровья вызвала большой общественный резонанс. Информация по вот этой групповой заболеваемости детей уже вышла на областной уровень, а сегодня уже информация дошла до Москвы. Сегодня в 15.00 наша служба, которую возглавляет Алексей Анатольевич, присутствует здесь, будет докладывать на селекторе по службе МЧС с Красноярском. Напомним, на территории лагеря в период с 5 по 9 июля произошло отравление 25 отдыхающих. Причины ЧП до сих пор выясняются. Пять детей госпитализированы в инфекционную больницу. Четыре – это в Иркутскую областную инфекционную больницу и один в инфекционное отделение 28-й части. Состояние всех детей в настоящее время расценивается как удовлетворительное, с положительной динамикой. 10 заболевших детей находятся на амбулаторном лечении в лагере. Остальные были отпущены домой под наблюдение участкового врача. На сегодняшний день новых случаев ухудшения здоровья детей не зафиксировано. В причинах случившегося сейчас разбираются специалисты. Кто-то говорит о плохом качестве питьевой воды и неудовлетворительном состоянии пищеблока. Однако на момент приемки лагеря там все было в идеальном состоянии. То есть там была произведена замена ряда оборудования, все находилось в абсолютной чистоте, то есть у нас претензий не было никаких. И все требования, которые с нашей стороны могли бы к ним быть предъявлены, они все были на высоком уровне предоставлены. То есть на момент приемки это один, наверное, из лучших даже пищеблоков был. Директор оздоровительного лагеря «Березка», который принадлежит областному детскому дому, выдвинул свою версию произошедшего. По этому случаю, может быть, стоит посмотреть и взять анализы в реке Ада, потому что рядом Одинск, Стада и так далее, родители, приезжая в лагерь, вполне могут водить детей. Вот я сама сколько раз езжу, вижу это, купаются в том числе и дети. Может, оттуда идет это все. А пока устанавливаются причины ЧП, принято решение вывести из здоровья всех оставшихся детей, чтобы подготовить здоровительный лагерь к следующему сезону. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Местное время. Продолжение следует...